Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, по-моему, 19 мая. День пионерии когда-то был. Вспоминаю с теплотой эти годы, походы, какое-то прекрасное настроение. Не было гаджетов, все как-то общались между собой. Домой было не загнать. А теперь из дома. Не выгнать детвору. Все сидят в телефонах, в компьютерах. В общем, хочется назад в прошлое. Решила показать вам отчет о проделанной работе. Вот такая шпалера, еще один пролет у меня появилась. Только не пишите мне там, что это все мне сделал муж. А то есть и такие комментарии. Да это ей все муж делает, а она только видео выставляет. Ну да ладно, мне в принципе все равно. Самое главное, что у меня потихонечку вырисовывается красота. И чему я очень рада. Не знаю, друзья, как я считала материал. Я не посчитала 4 поперечины бруса 20 на 30 миллиметров. И в итоге вторая шпалера у меня вот в таком состоянии. На днях приезжает Лешик. И, конечно же, мы докупим материал. Этот брус по 65 рублей, недорогой. 8 штучек мне нужно докупить, чтобы до конца доделать вот эту шпалеру. Еще сюда я уголки не поставила. Вот. Так что вот так вот все потихонечку преображается. Мне очень приятно читать ваши комментарии, где вы видите наши изменения после покупки дома. Сколько уже проделана работа. И сколько еще предстоит сделать работы. Вот. За такой короткий период. Прошло всего чуть больше, чем 2,5 года. В октябре будет 3 года. Но до октября, я думаю, что у нас будет уже красивая крыша. И я потом, может быть, сделаю такой видеоотчет. Как было и как стало. Конечно же, в доме много чего сделано. Ну и во дворе тоже многое сделано. Нашими золотыми ручками. Не побоюсь этого слова. Ну а я вернулась только что с рынка. Даже незапланированные вещи растишки купила у женщины. У той же женщины, у которой я покупала и в прошлый раз. У нее достаточно дешево. Потому что я ходила, ну как-то мимо шла и видела цены. И на ту же гортензию. И на те же клематисы. В общем, опять пошла к той самой женщине. Елена Александровна ее зовут. Она из Мичуринска. Вот. И сейчас покажу, что же я у нее приобрела. И что получила в подарок. Не планировала я покупать лаванду. Ну, друзья, посмотрите, какой шикарнейший кустик. Она говорит, ему уже три года. И, по-моему, здесь уже есть даже цветочки. Ну, я так думаю, что будет цвести. Но она уже пахнет. Вот я к ней подошла. Просто обалденный запах. Такие шарики растут. 500 рублей. Купила вот такую гортензию. Тоже хотела другой сорт купить. Но, когда я увидела картинку. В общем, это Котон Крем. Она у нее одна единственная была. И, конечно же, я ее забрала. Друзья, 300 рублей. Посмотрите, какая прелесть. Просто прелесть. Сейчас я их просто залила водой. Все растишки. И потом посажу уже. Там посадочные ямы у меня готовы. Для гортензии, естественно, кислая почва. Для клематисов щелочная. И вот купила два клематиса. Посмотрите, какой хороший посадочный материал. Они уже привязаны даже. Она мне их тут прищипнула сверху. Говорит, так нужно. Здесь два сорта. Я не знаю, как они называются. Но, короче, я их посажу в одну посадочную яму. Вон в ту. Я уже там лесенку даже сделала. Потому что они уже плестись. Вот уже они плетутся. Вот они уже на шпажке, видите, подвязаны. Тоже полью корневином. И этот здесь белый и розовый. И вот они переплетутся между собой. И это будет просто неимоверная красота. Просто неимоверная. Вот. И вот это все, друзья. А, еще в подарок получила вот такую вот растишку. Я вот здесь приткнула. Уже его посадила, этот костик. Он тоже был в горшочке. Я не знаю, как он называется. Подскажите мне, что это. У меня вот здесь и бересы растут. Если они будут ему мешать, я, конечно же, его уберу. Вот. Ну, очень красиво. Оно так не спускается будет из горшочка. В общем, это красота. Вот это вот в подарок. Короче, я очень... Я бы еще купила. Но как-то все сразу не купишь. Вот это вот все. Четыре горшочка. Тысяча семьсот рублей. Ну, вот считайте. Пятьсот рублей. Вот такой шикарный куст лаванды. Триста рублей. Вот это вот гортензия. Опять забыла. Коттон крем, да? Коттон крем. Очень красиво. Она такая низкорослая. Как раз очень хорошо будет с клематисом ножки ему затенять. И вот два клематиса. Представляете? Тысяча семьсот рублей. Я просто обалдела. В общем, я сделала вывод, что я буду теперь ходить на наш рынок. Цены разные. Но можно, как бы, можно купить. Значит, что еще здесь у меня? Здесь я посадила ранункулюсы. Очень красивые розовые. И у меня в доме уже взошли ранункулюсы. Но я готовила им хорошую почву. Я покупала кокосовый субстрат. Мешала его с опилками. Опилки это вот у нас кошачий наполнитель. Просто запаривала. И вот эти вот гранулы древесные превращались в опилки. Все это смешивала и покупала биогумус. Добавляла сюда. В общем, почва должна быть рыхлой-рыхлой. Вот такой вот прям. Вот видите, она прям мягенькая. А это я приготовила. Те ранункулюсы, которые у меня в стаканчиках, я высажу сюда. И у меня еще ранункулюсы в большом тазике. Я тазик просто выставлю. Вот еще денечек подожду. И выставлю. Сегодня еще будет ночью плюс 8 или плюс 6. А дальше уже 10. Ну и пошло на повышение. Поэтому выставлю попозже, через денек, через сутки. Так что я довольна своими покупками. Ну лаванда просто обалденная. Ой, какое ароматище. Это она еще не цветет. Представляете? Сейчас буду читать, смотреть, какую почву она любит. Лаванда. И буду готовить вот здесь посадочную яму. Вот прям, наверное, посажу ее. Она любит тенечек, полутень. Ну, у нас здесь вот до обеда солнышко. А после обеда, когда самое палево, когда слишком жарко, здесь уже будет тенечек. Вот, наверное, прям вот сюда посажу ее. Потому что там роза большая. Она когда вырастет, надо же это учитывать. Пьер де Ронцарт. Вот прям почечки. Сегодня еще подросли. Моя ты хорошая. Я боялась, что не проснется. Нет, все проснулось. Мне кажется, и вот та роза, де Жардон, де Шамон, тоже розовые почечки я вот увидела на солнышке. Вон две даже. Вон они. Так что, фу-фу-фу-фу, как говорится. Вроде бы-то нормально все с этим. Вот под вопросом вот этот пион. Да, хотела у нее сегодня купить такой пион. Тонколистный, который, воронец, не было у нее. Говорит, сегодня нету, не взяла. Они говорят, у меня в прошлое воскресенье на солнце паникли, повяли, но они у нее уже цветущие. Ну ладно, ничего. Зато я купила лаванду. Очень доволен. Вчера еще, видите, здесь разгребла бугор с погибшего абрикоса. Вот он. Вот. Так выровняла. Конечно, испортила газон этот, но ничего. Куплю еще газон. Мне газон понравился. Называется Твой газон. На Вайлборис покупала. Вот. Разровняла здесь. Там пластиком закрыла, чтобы не гнил забор. И здесь уже так это ровненько стало. Корневином вчера все полила, как вы мне советовали. Я очень благодарна за ваши советы. И вот этот рододендрон, по-моему, он хочет жить. По-моему, с ним более-менее. Ну, я надеюсь, что все будет тоже хорошо. И еще вот эта абрикоса пошла расти с корешка. Вот он. Видите, росточек. И я сегодня все-таки опилю вот это, чтобы не мешало это дерево здесь расти. Этой абрикоске. Вот папоротник, видите? Тот, который перевалкой с корнем стоит. А те вон лежат. Вот что значит, когда перевалкой растение не так болеет. Ой, ну какой же красивый газон. Да, друзья, семена. Семенам разница. И я в этом уже убедилась. Вот эти семена очень хорошие. Мы сажали в прошлом году за калиткой. Не очень хорошие семена. Как-то взошел пучками. Ну, может разрастется, но разница есть. Здесь тоже я проложила дорожки. И вчера я нашла. Нашла. У меня висели эти крючки. Я думала, все их использовала, эти скобы. Я имею в виду вот эти скобы, которые я пришпиливала к земле. Геотекстиль. Я нашла. Мне немножко не хватило. Ну, я вышла из положения. Нашла длинные саморезы. Вернее, это были в том году мы использовали. И вот такие блямбачки сделала. И недостающие скобы, чтобы не покупать. Больше мне не надо. Попришпиливала здесь. Кинза взошла. Смотрите, как самосева. И теперь так хорошо ходить, когда дождь. Идешь. И вот здесь надо еще положить, наверное, положить сюда кирпичик. Ну, или еще одну сделать, такую же блямбочку. Пролила я нашатырем вечером, дня два назад, чесночок. Может быть, получше ему будет. Так что буду делать еще шпалеру. До конца вот доделаю эту. И у меня еще по планам сделать такие же шпалеры на забор, который перед домом. И он, ну, как бы, высота изменится, больше станет. И посажу туда тоже клематисы. Это все завьет. И будет красота красивая и перед домом. Вот. Еще покупочки. Сейчас вам покажу. Свайл Борис. Значит, вот такое средство я купила. Ну, тут написано для голубики, калийной брусники, клюквы. Увеличивает плодородность на 45%. Называется Доброе Село. Но это для этих гортензий. Подкормка. Для рододендронов. В общем, вот такая штука. Что-то только 400 рублей. Не помню, если честно. Купила фитоспорин. Жидкость. И самое главное, купила вот марганцовку. Друзья, пропала марганцовка куда-то с аптек. Ни в одной аптеке города нет марганцовки. Все, я везде облазила, везде спрашивала. Десять пакетиков. Ой, три пакетика. Или сколько тут? Или пять. Пять пакетиков. 116 рублей. 116 рублей. Это хватит, хватит. И положили в подарок вот такой вот какой-то гуми. Такой вот. Не знаю, что это. Тоже какая-то подкормка. Буду короче это читать, узнавать про это. Так что вот потихонечку, друзья, начинающий я садовод. Все читаю, изучаю, покупаю. И хочу вам сказать, это удовольствие не из дешевых, но уж очень-очень интересно. Я вчера просто визжала от радости, когда я увидела, что у меня так хорошо взошли ранункулюсы в доме. Уже не пойду, друзья, закончу здесь видео. Но поверьте, такие хорошенькие, такие прям, ой, прелесть. Росточки все такие какие-то тугие, прям всходят. Это же такая красота, эти лютики. Простое название лютики, ну, ранункулюсы. Вот. И иберисы у меня тоже. Ой, сейчас я тень. Видите? Те, которые сажала прям вот в ведро, тени потянулись. Они стояли на улице. В мороз я их, конечно, заносила в сарай. Вот чем удобно контейнерное выращивание. А те, что сажала в горшочках, все вытянулись. Я не знаю, что будет толка из них или нет. Ну и купила себе джинсики. Так, классно сидят. Такое хорошее качество. Тысяча стоили, тысяча двести рублей. Не знаю. Прям красота. Заказывала три штуки, чтобы выбрать. Да, друзья, что я увидела на Вальберис? У меня два телефона, две симки. И я еще на одну симку тоже загрузила приложение Вальберис. И вот для новых пользователей везде платный отказ. Везде. Зашла в свой старый Вальберис, которым уже пользуюсь больше 20 лет. А там джинсы, это бесплатный отказ. То есть я могу выбрать там три пары, да. Ну вот размер, чтобы как я попаду в размер. Бывает маломерят, бывает большимерят. И с меня не спишут деньги. Я вот через тот кабинет свой личный заказывала три пары. Померила вот эти вот подошли. Прям очень хорошая стрейч. На лето тоненькие, такой нежный дыми. В общем, сегодня я прям удовлетворена своими покупками. Сейчас пойду переодеваться, разводить корневин и буду сажать вот эту вот красоту. Ну, а вот эти мои клематисы, не знаю, оклемаются они или нет. Клематисы, уже давайте потихонечку идите в рост. Ну, не знаю, вот четыре. Если бы я знала, что у нас на рынке есть клематисы, я что-то думала, что это такой, ну, как сказать, редкий цветок в плане для рынка, да. Что его трудно вырастить, ну, что его только нужно выписывать. У меня почему-то такое вот мнение было. Да, все есть на рынке. Теперь, друзья, буду экономить и ходить на рынок. Вот эти клематисы, Лешек, покупал в Леруа Мерлен. 650 рублей. По-моему, все по 650 рублей. Здесь же, посмотрите, какой материал. С закрытой корневой системой. А сейчас перевалочкой его посажу. И он уже пойдет у меня плестись. 300 рублей. 300 или 350 рублей. Ну, что-то такое. Но не 600 точно. Надо будет мне там прикинуть. Так, 500 и 300, 800. Что там остается? 200. А, нет, по 500 рублей они. По 500, да. По 500. Но все равно, 500 рублей или нет. С математикой туго. Так, лаванда 500, я точно помню. Гортензия 300, 800. И 700 там и 200, 900. По 450 рублей клематис. По 450 рублей. Ну, так посмотрите, какой материал, да. Это уж точно они сейчас пойдут. Они мне тут в этом году должны заплести вот хотя бы одну шпалерку. Так что, кто в Чеплыгине, друзья, нам повезло, что у нас есть такой замечательный рынок с растишками. Чего там только нет сегодня на рынке. Рассады, какая хочешь. Деревья, морозы прошли. И люди сейчас вот покупают рассаду. Что хочешь можно купить. Ну, рассаду мы сами вырастим. А вот такие вещи. В общем, ладно, друзья, буду заканчивать. Немножко с вами пообщалась. Пойду переодеваться. И мои растишки меня ждут. Просятся в земельку. Я желаю вам всем хорошего настроения. Чтобы все ваши растишки, кто сажает, прижились, выросли. Радовали вас своей красотой. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.